Всем привет! Это Альянс Расследователей Беларуси. И мы придаем огласке преступной махинации и незаконной схемы обогащения режима, которым успел прибегнуть Александр Лукашенко за 27 лет оккупационного управления страной. Сегодня мы расскажем об основных подарках, которые Лукашенко делает за государственный счет элитной недвижимости и земельных участков в пригороде Минска. Жара, июль. И в Беларуси при согнанных залах прошел музыкальный фестиваль «Славянский базар», как-то отдаленно напоминающий не то государственное культурное мероприятие, не то классический крепостной театр. Единственный неудобный вопрос – кто на самом деле все эти культурные деятели готовы поддерживать кровавый режим Лукашенко? Кто соглашается выступать перед насильно согнанными людьми, пока их соотечественников преследуют и пытают в тюрьмах? И самое интересное – как все это финансируется из наших с вами карманов? Мы можем и определенно точно хотим ответить вам на эти вопросы. Давайте начнем со знакомства. Мы представляем вам героев белорусской эстрады Евгения Олейника и Юлию Быкову. Эта супружеская пара называет себя известными белорусскими авторами. А вы когда-нибудь слышали о таких? Евгений прославился в определенных узких кругах своей патриотической песней «Любимую не отдают». А кто такая Юлия Быкова? Ну, совсем коротко – жена Евгения Олейника. Признайтесь, этот маскарад с крайне мутным распределением ролей вызывает смех. Но вся система действительно не так хитро работает. А еще они авторы песни о спецподразделении «Алмаз». Ради наград, славы и почестей. Еще совсем недавно чиновники Министерства культуры не знали Олейника. А министр Бондарин на вопрос «Кто такой Евгений Олейник?» отвечал. Это муж Юлии Быковой. А кто такая… Ну ладно. Это «но неймер». Мы уже говорили о том, как нехитро работает этот хоровод с указываниями пальцами друг на друга. Звезды наши такие звезды. Кроме них самих их никто не знает. Конечно, чтобы разобраться во всей этой истории перевертыши, посмотреть нужно в известном направлении. Ведь все дороги преступных схем за пару, если не за один ход, приводят к Лукашенко. Но распутывать клубок мы начнем, ожидаемая, не от Александра, а от Николая, наследника последнего европейского диктатора. История эта начинается издалека и имеет много неожиданных сюжетных поворотов. Николай Александрович Лукашенко родился 31 августа 2004 года вне брака. Отец Николая, Александр Лукашенко, с 1975 года состоял в браке с Галиной Лукашенко в девичестве Желнирович, но по факту не жил с ней с 1994 года. В 2011 году Николай Лукашенко пошел в первый класс Астрашицко-городокской средней школы. Учительницу для Николая Александровича подбирали более чем тщательно. Заметить стоит только одно. В семью принимали ее со всеми положенными привилегиями и почестями. Высшего президентского одобрения удостоилась Мария Богомолова, о которой мы тоже сейчас расскажем подробнее. Ярким свидетельством приближенности к семье является участие Марии в сборе урожая на плантациях Лукашенко-старшего. Как известно, каждому белорусу на это мероприятие могут попасть только очень приближенные к телу люди. В ряды сборщиков арбузов, кроме Марии Богомоловой, попали также такие известные героини, как Маша Василевич, Наталья Эйсмонт, Дарья Шманай и Ксения Санкович. Был сформирован так называемый арбузный батальон. Это уже потом, в 2019 году, после нашумевшего фоторепортажа с фасендой диктатора, Мария удаляет все свои аккаунты из соцсетей, а ОАЦ начисто стирает любые упоминания о ней в интернете. Но сама Богомолова никуда не исчезает. Ее мы можем заметить на спортивных мероприятиях и субботниках в сопровождении своего ученика Николая и его отца. Кстати, одновременно с торжественным утверждением Марии на роль учительницы, управление делами президента экспроприирует несколько новых коттеджей рядом с резиденцией «Озерный» в Астрашицком городке. Эти дома были построены в 2011 году УКС «Стройинвест» за счет собственных средств компании. В один из таких коттеджей в деревне Новоселке по адресу улица Ясная 3 и заселяют молодую учительницу. И на этом интересном моменте нужно приготовиться, потому что с него начинается отслеживание классического развития преступной схемы. В соответствии с поручением председателя Минского областного исполнительного комитета Бориса Батуры от 13 сентября 2011 года, коттеджи должны быть переоформлены, а точнее подарены в коммунальную собственность Миноблисполкома, откуда позже передаются введения управления делами. Вуаля, УДП не вложило ни рубля. До марта 2012 года «Стройинвест» пытался избежать передачи домов. Правомерно предположить, что «Стройинвест» был не в восторге оказаться жертвой такой махинации и лишиться построенной на собственные средства недвижимости. Поэтому «Стройинвест» всячески затягивал переоформление документов. В дело, однако, вмешался начальник дипсервиса Попков. После его обращения к первому заместителю, управляющему делами Дозорову, вопрос с передачей решился молниеносно. Так «Стройинвест» лишается недвижимости, а в распоряжении управ делами оказывается несколько коттеджей. Но кому, помимо Марии Богомоловой, предназначались добытые дома? На это тоже найдется ответ. В нашем распоряжении оказался документ, согласно которому первый коттедж планировалось отдать специалисту первой категории по обслуживанию слаботочных систем и автоматики, а второй дом доставался водителю автомобиля. Ну а третий дом служил резервом подвакантной должности – энергетика, жокея, слесаря, сантехника пятого разряда. Только вдумайтесь в это слово – жокея. Не хватает только коммердинера, не правда ли? Хотя, как казалось позднее, в украденный у «Стройинвест» дома въехали совсем другие люди, а не жокеи, слесари или водители. Но перед тем, как рассказать вам о новых жильцах, мы хотим подробнее разобраться с документацией этой истории. Решением Минского районного исполнительного комитета номер 4863 от 16 июля 2012 года данные дома были включены в состав специальных жилых помещений Государственного жилищного фонда. А в соответствии с приказом номер 65 ОД от 20 марта 2014 года, дома вообще были отнесены к категории коммерческого использования. Вот таким образом, нехитро жонглируя законом, Лукашенко с подопечными раздает построенные за народный счет. Вдумайтесь в смысл. Все недвижимые подарки, получаемые его обслугой, оплачивает народ Беларуси. Оплачиваем мы с вами. В соответствии с указом номер 563, который Лукашенко, кстати, может в любой момент адаптировать под свои прихоти, в данных жилых помещениях могут проживать исключительно работники управления делами президента. Жилое помещение предоставляется работникам на основании списка очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Никаких других оснований и исключений не предусматривается. И только после этого договор найма жилого помещения может быть зарегистрирован в местном исполнительном комитете. А теперь свяжем эти факты с предыдущей главой истории. Еще не забыли Марию Богомолу, учительницу Колю Лукашенко? Замечательно. Потому что в этом моменте она полноценно входит в игру. Богомоловой Марии Викторовне, утвержденной на роль учительницы начальных классов, сразу же, без оформления документов, на основании только устного поручения всем известного отца-одиночки одного из его учеников, был предоставлен для проживания незаконно добытый дом. А поручение это было передано через адъютанта по особым поручениям Шкреда Николая Владимировича. Напомним, адрес этого дома улица Ясная 3 в деревне Новоселки в Острошицко-городокском сельском совете Минского района. Именно там, в этом коттедже, Мария Богомолова первоначально проживала вообще без каких-либо документов. Конечно, ни о каких коммунальных платежах в таком случае речи и быть не может. Для наглядности представим вам некоторые характеристики этого дома. Жилой дом 2011 года постройки. Общая площадь здания 256,9 квадратных метров. В доме имеется три жилых комнаты, встроенный гараж. Площадь земельного участка 14 соток. На придомовой территории расположена хозяйственная постройка площадью 29 квадратных метров. В феврале 2013 года, чтобы хоть как-то придать видимость, что законы в нашей стране работают, было решено оформить задними числами законность предоставления жилья Богомолову. Поэтому на имя управляющего делами Виктора Шеймана подготовлена докладная записка о том, что, цитируем, «В связи с тем, что Богомолова не является работником организации, подчиненной управлению делами президента Республики Беларусь, заключить с ней договор найма специального жилого помещения Государственного жилищного фонда не представляется возможным». Для упорядочения проживания Богомоловой в доме и ее дальнейшей регистрации по месту жительства, а также взыскания в установленном порядке платежей за коммунальные услуги, предлагается принять индивидуальное распоряжение президента Республики Беларусь о предоставлении в виде исключения Богомоловой Марии Викторовне специального жилого помещения Государственного жилищного фонда. Оказывается, так было можно. Реалии режима Лукашенко. Учительница президентского сына до 2018 года шиком живет в комфортнейших условиях коттеджа, пока простые учителя получают мизерные зарплаты. Более того, еще и оплачивают все это развлечение. Ведь деньги на подарки прислуги Лукашенко идут из народных карманов. Но что было после 2018 года, раз уже была упомянутая такая дата? Внимательно следите за руками. Финальная нота. В 2018 году Мария Богомолова переселяется в более фешенебельное жилье, а в покинутый ей коттедж перебирается гражданин Олейник Евгений Федорович, о котором мы с вами уже знаем две вещи. Первая. Любимую он не отдает. И вторую. Он тот самый муж Юлии Быков. Так просто и изящно Ларчик открылся в их сторону. К слову о переезде Евгения в коттедж стоит добавить. Сам музыкант вообще зарегистрирован по другому адресу, а точнее в городе Минске по улице Могилевской, 36201. Схема с ним была отработана та же. Лукашенко лично дает указания и уже опытный в таких делах заведующий юридическим сектором, по аналогии с Богомоловой, оформляет документацию. Оформляет, заведомо зная, что для проживания в доме что Олейника, что Богомоловой нет законных оснований. Мы напомним, в данном помещении могут проживать исключительно работники управления делами президента. Следовательно, гражданин Олейник Е.Ф. должен быть трудоустроен в управделами, после чего он должен встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, и это при наличии оснований. И только потом в порядке очередности претендовать на заселение в дом. Но весь этот неприятный процесс так здорово упрощается, если ты ублажаешь диктаторскую братью. А дальше все по стандарту. 8 октября 2018 года в очередной раз готовится докладная записка. Главой государственным дано указание предоставить для проживания гражданину Олейнику Евгению Федоровичу жилой дом по улице Ясная 3. Вдумайтесь. Для получения дома Олейнику необходимо хотя бы подать письменное заявление, а администрация должна провести совместное заседание, чтобы сдать соответствующий приказ о заселении. В конце концов, только после этого возможно подписать договор найма и зарегистрировать Олейника в сельском исполкоме. Зачем эти сложности? Это ведь всего лишь законы, которые Лукашенко умеет ловко адаптировать под себя и своих товарищей. Весь этот процесс настолько шутовской и позорный, что даже заявление от имени Олейника о предоставлении дома работники, управ делами, вынуждены печатать сами. Увидел кучу цифр, увидел кучу бумаг, и я понял, что это не мое. В результате этих унизительных махинаций подготовленный пакет документов позволяет создать иллюзию законности заселения туда Олейника. И Олейник заселяется. Заселяется и с этого момента начинает жить припеваючи в новом коттедже. Но даже это не конец истории. После выборов 2020 года Олейник подает челобитную о продаже дома. И легко получает на это согласие, хотя законных оснований к продаже дома не то, что не имеется, их не существует. Ведь в соответствии со статьей 72 ЖК Республики Беларусь продажа арендного жилья не допускается. Но опять же, о чем речь? В Беларуси Лукашенко нет законов. Там действуют только указы, декреты и распоряжения, издаваемые, как вы заметили, задним числом. Лукашенко решил, что этот коттедж может быть отдан Олейнику по цене в разы ниже рыночной. Единоличным, ничем не обоснованным решением диктатора, дом по улице Ясной 3 продан Олейнику по остаточной стоимости 277 тысяч рублей. Когда даже государственная оценочная стоимость составляет 389 тысяч. Отдельно обращаем ваше внимание, что в стоимость не были включены затраты на ремонтные работы, проведенные в отдельных внутренних помещениях дома, а также мебель, техника и все остальное наполнение. Иногда недозакону. Простым поиском в интернете мы нашли похожий по площади участку и местоположению дом. И даже сейчас, когда произошло существенное падение рынка, цена такого дома составила, внимание, 770 тысяч рублей. Почти в три раза дороже. А вот домик в Астрашидском городке за 301 тысячу рублей. Напомним, что коттедж Олейника в закрытом элитном поселке был оценен в 277 тысяч. Но и это еще не все. Вы удивитесь, но кроме всего прочего, Олейнику предоставлена рассрочка оплаты на 5 лет. Ежемесячно, равными долями в белорусских рублях. Фактически Олейнику был выдан беспроцентный рублевый кредит. Так что, даже в условиях нынешней инфляции, эту сделку правильнее назвать подарком. Просто не забывайте, это не какие-то мифические рубли, тратящиеся направо и налево. Это наши с вами деньги. Реальные деньги, которым есть другое применение, кроме как абсурдное баловство фаворитов Лукашенко. Кстати, свою просьбу о продаже коттеджа Олейник мотивировал отсутствием в собственности другого жилья. Он, наверное, забыл, что в Минске по улице Артиллеристов 11 ему принадлежит квартира номер 15. А его жена, та самая Быкова Юлия Викторовна, сравнительно недавно продала принадлежавшую им квартиру номер 95 в городе Минске по улице Горовца 6. Также супруги владели земельным участком в 10 соток и домиком на нем по улице Широкой в Ждановичах. Все это они продали как раз-таки по рыночным ценам. Теперь немного понятнее, откуда святое рвение любимую не отдавать. Еще бы, как же отдать то, что тебя кормит? Нам ведь доподлинно известно, что срок подачи просьбы о покупке дома совпадает со сроком написания песни. Получается, так Лукашенко расплачивается собственным крепостным театром. Хотя сам Олейник в интервью на вопрос о стоимости своей песни отвечал. Люди, если кто-то распределял деньги вот эти полтора миллиарда, знаете, до нас ничего не дошло. Если можно, пожалуйста, хоть чуточку от этих полтора миллиардов, потому что все снято за свои деньги, оплачено из семейного бюджета нашего с Юли. Ну, тут даже не нужно разоблачать ложь. Ведь ясно, что публично Олейник до последнего будет отрицать такое оплачивание своего труда. А на деле за любимую не отдают Олейник с Быковой и получили борзыми щенками. Ты моя маленькая. Но не менее отвратительным в этой истории то, что в интервью комсомолке Юлия Быкова рассказывает. Но нам еще и кушать было нечего. Выбирала в магазине сушки, где больше или те, что вкуснее. Теперь, возвращаясь к основному вопросу, кто вообще выступает на славянском базаре и кто пляшет на костях соотечественников, мы можем назвать как минимум две фамилии. А ведь на самом деле их десятки, сотни, сотни фамилий и миллионы рублей, вытянутые удочкой из наших зарплат, налогов, сбережений и незаконно выписанных штрафов. За все эти подарки дерущим горло на славянском базаре должны платить мы с вами. За их премии, квартиры, дома, награды. Заметьте, как быстро забыли Юлия и Евгений то, что на зарплату врача и гонорар композитора прожить в Беларуси невозможно. Не будешь работать ни одного дня в жизни. Поэтому и не отпускают кормящую руку Лукашенко. Затреманье Затреманье